В одесских больницах не хватает медперсонала. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко. Особенно остро стоит вопрос с анестезиологами или аниматологами для медучреждений, принимающих пациентов с коронавирусами и подозрением на него. По словам директора городского департамента здравоохранения Елены Якименко, из-за заболевания медработников закрыты два отделения городской клинической больницы номер 5, одно в городской клинической больнице номер 8. Что же касается анестезиологов и реаниматологов, то специалисты этого профиля есть в основном в трех больницах КГБ номер 10, 1 и 11. В двух первых медучреждениях они полностью задействованы для лечения больных с COVID-19. Небольшой резерв есть в больнице номер 11. В настоящий момент мы формируем бригады и самая большая проблема это анестезиологи и реаниматологи. У нас, к сожалению, анестезиологи и реаниматологи в основном в трех больших больницах. В еврейской больнице и в 10-й больнице они полностью задействованы. У нас есть небольшой резерв, это 11-я больница. И, кстати, Турчин Николай Иванович отозвался и послал своих сотрудников для того, чтобы мы могли формировать бригады в 5-й больнице. Сейчас у нас очень остро стоит вопрос по анестезиологам. Мы обратились в областной департамент здравоохранения, поскольку у них не задействовано такое количество анестезиологов на борьбу с ковидом, они обещали нам помочь. Также мы постоянно ведем работу среди тех анестезиологов, которые не работают в системе здравоохранения. И обращались к руководителю кафедры, которая готовит анестезиологов. Он нам обещал тоже постараться подыскать сотрудников для реализации создания бригад. Потому что без анестезиологов мы не можем создать бригаду и не можем подать на оплату. Но пока мы эти вопросы выполнили. А в дальнейшем это вопрос проблематичный по дальнейшему разворачиванию бригад. Потому что уже я докладывала, что 90 коек было открыто в 5-й больнице, а вот сейчас буквально за утро их уже 112. То есть больные постоянно поступают в 5-ю больницу в том числе. Как отметила Елена Якименко, на прошлой неделе в городе было госпитализировано 680 человек с подозрением на ковид-19. Из них 110 только в КГБ номер 5. В городскую клиническую инфекционную больницу ежедневно госпитализируют 15-20 человек. Кроме того, тяжелая ситуация с нехваткой коекомест в медучреждениях города для больных с коронавирусом связана с тем, что область не открывает в Одессе достаточное количество медучреждений для лечения таких пациентов. Также она заверила, что отделение кардиологии в больнице номер 1 закрываться не будет. Его переведут в отделение терапии. В кардиологии же будет организовано отделение для коронавирусных больных. Она объяснила, что там можно организовать зонирование, а в терапии нет, поскольку оно находится в здании памятника архитектуры, в котором невозможно сделать перепланировку. Продолжение следует...